Ой, какой молодец, как его сжимаешь. Давай тебе метку, держи, не потеряй его. Такую гимнастику мама Глеба Оксана проводит несколько раз в день. Развивает моторику восьмилетнему сыну как младенцу. Так и есть, признают она. После операции, когда мальчику вырезали опухоли рядом с мозжечком и путями оттока спинного мозга, началось осложнение. Уже пару месяцев Глеб заново учится управлять телом. Он улыбаться начал после лечения, у нас хорошо голову поворачивать влево-вправо. Сейчас, конечно, я довольна тем, что я рядом с ним, что я могу как-то помочь, как-то посмотреть за ним, что вот не плачь, сыночка, не надо, главное. Тихо, тихо, мама здесь, мама здесь. Мы с тобой выздоровеем, конечно, Глеб будет здоровой. Но это не просто. Часть раковых клеток все еще живет в самом стволе головного мозга мальчика. Поэтому и так слабому организму приходится переносить химиотерапии. Изможденному ребенку нужны силы. А это в том числе особое питание. То, что сейчас вот тут дают смеси ему, это, казалось бы, как бы ни о чем. Что для такого большого мальчика и шести разов питания, через каждые три часа кормить, то есть в эти часы промежутки я ему даю еще свое питание, покупаю пюре, соки, мясные. Сейчас ввожу ему, потому что у него гемоглобин очень низкий после перенесенных операций. В семье Глеба сейчас работает один отец. И постоянную покупку дополнительного питания семья потянуть не может. Родители мальчика просят всех неравнодушных помочь им в приобретении смеси. И для Глеба сейчас это вопрос жизни и того, как скоро он сможет победить рак. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.